смотрите друзья рафчик потек turbo двушка на переднем приводе отправится у нас в город благовещенск кто у нас самый крутой седан из японии естественно crown никому не уступает он свой трон вообще среди седанов справляется он кстати говоря на алтай в барнау куда-нибудь вот такой автомобиль я думаю никому не нужно рассказывать что такое crown что друзья кто у нас царь минивена в самый жирный гибридный красавчик а у меня их сегодня целых два это естественно toyota alphard ну в общем это мечта да это самый наверное огромный из всех кроссоверов которые мы оттуда возим и снова я на этой стоянке для вас со своим волшебным посохом и вот самые суровые дни мы начинаем блин работать для вас доброе утро дорогие наши телезрители снова я на стоянки для вас со своим волшебным посохом для справки снег в владивостоке этой зимой выпадал всего лишь два раза и в оба этих дня мы приходим на стоянку чтобы снимать для вас обзор чтобы отрихать с машин снег вы же всю остальную зиму у нас плюс 5 сухо грязно и тепло и вот самые суровые дни мы начинаем блин работать для вас буквально только вчера выгрузили одно судно то есть вывезли машины с таможни поэтому сегодня покажем что выбирает наши клиенты в основном здесь конечно санкцион очка но есть и старые добрые досанкционные полторашечки в общем начнем а начнем мы с вот такого красавчика это один из наверное в нынешнее время востребованных на самом деле 2 по востребованности после харька это естественно toyota rav4 в 50-ом кузове в 54-ом если не ошибаюсь до м x а а 54 означает что это не гибридная полноприводная версия на двухлитровом моторе короче говоря классный полноразмерный кроссовер есть гибридные версии есть двушка на переднем либо на полном приводе сегодня у нас полноприводная двушка отправится она знать куда отправится она в кемеровскую область друзья на шире геш будет катать туристов 2020 года автомобиль и обошелся в владивостоке в 2 миллиона 600 тысяч рублей продолжаем так на очереди у нас lexus rx agile 20 это turbo двушка rx соответственно 300 turbo двушка на переднем приводе отправится у нас в город благовещенск тот же самый хорек только побогаче пожирнее и по премиальной это у нас версия элечка на коже на люке белый перламутр на круговом обзоре в общем самый жир для моего клиента из благовещенска во владивостоке обошлась в 3 миллиона 696 тысяч написано и все и отправляется в благовещенск кто у нас самый крутой седан из японии естественно crown никому не уступает он свой трон вообще среди седанов это 220 кузов гибридная платформа это сразу заметно по синему значку azsh 21 означает что полноприводная версия достаточно редко такие машины при покупают на полном приводе но в то же время для тех регионов где снег не два раза за зим выпадает а хотя бы три возможно эта версия и актуально по всему остальному стандартные белые джишный вариант на черном кожаном салоне вот такой автомобиль я думаю никому не нужно рассказать что такое краун друзья расскажу вам лишь сколько он обошелся так azsh 21 белый отправляется он кстати говоря на алтай в барнаул куда-нибудь 19 года автомобиль обошелся 3 миллиона 400 тысяч во владивостоке за 220 кузов это вот такая цена даже когда они не были санкционочкой посмотрите сколько стоит на дроме и офигеть и друзья 1800 можно с мера с мера прибавлять продолжаем toyota vietz один из ваших любимых ранее хэтчбеков да почему-то сейчас на них кстати говоря мода отходит большие люди как-то склоняются к фитам к нотам к маздам но тем не менее вот таких вот витцов тоже возим в новых поколений кстати они очень неплохо выглядят таким вот раскосым рыбьим ртом на сонарах не буду полностью откапывать до что потом грязных расходов не осталось чуть-чуть только мордочку приоткрыл для узнаваемости зато расскажу вам сколько он обошелся так nsp 135 это между прочим полноприводные опять же у нас красавчик 2018 года и отправляется на никуда в ростов на полном приводе обошелся в 1 миллион двадцать две тысячи рублей класс класс еще одна до санкционочка друзья сам популярный компактный кроссовер honda везель на базе известнейшего фита построенный ru 1 кузов это передний привод без гибрида работает на вариаторе для тех кто боится роботов на не доверяет им по всяким разным причинам и не хочет гонять на полном приводе есть люди которые говорят что полноприводная версия это же кордон это же дополнительный расход на обслуживание самом деле так и есть но очень сильно не существенно тем не менее если вам важен клиренс повыше салон по объемнее чем стандартном хэтчбеке то вы можете рассмотреть вот такой вот вариант ru 1 кузов 2019 год уже рестайл по фарам отправится он тоже в благовещенск и обошелся в 2 миллиона 100 тысяч рублей за девятнадцатый год в так друзья honda step wagon rp 2 кузов означает что это у нас turbo полторашка на полном приводе с 2015 года пошел кузов rp отправляется в республику башкортостан миллион 600 практически обошлась в владивостоке хорошая цена за полный привод на самом деле если положить руку на сердце из всех минивэнов среднего класса да не брать там альфар дэвэл файры а среди ног voxie squire там nissan sirena mitsubishi delica но delica тоже отдельный немножко автомобиль степ вагон мне лично нравится больше всего и по компоновке и по тратам за счет полторашки мы меньше денег отдаем на пошлину и по эргономике салона тоже достаточно комфортный варианты не говоря уже о том что единственная тачка которой сидушки складываться сзади в ровный пол что нашел брать и как будто нет просто пятиместная тачка ru 2 друзья еще один везель все то же самое абсолютно что мы смотрели минутой ранее только на полном приводе отправляется у нас в новосибирску и обошелся 1 миллион 900 тысяч рублей на 100 тысяч дешевле даже чем вон тот и еще один везель сразу же стоит рядышком он у нас черного цвета так обошелся в 2050 и отправляется в город иркутск класс класс это тоже ru 1 у нас получается 2 ru 1 обошлись чуть чуть дешевле чем чем что чем ru 2 просто что друзья кто у нас царь минивена в самый жирный гибридный красавчик а у меня их сегодня целых два это естественно toyota alphard в черном цвете в рестайлинге с девятнадцатого года вообще с 18 года пошел рестайлинг просто у меня два красавца 2018 года вот такие вот полный привод гибрид состояние шик и блеск по четыре с половиной балла оба один у нас оба кстати sr ки на капитанских креслах на коже можно даже открыть глянуть потому что истинная красота у этих тачек это нутри точнее салон сзади все на электроприводах на атоманочках вот эта версия у нас без люка во втором у нас помимо весов моделисты еще идут потолочный монитор огроменный люк ну в общем чем вам рассказывать про alphard это самый крутой минивэн из всех потому что расходятся мнения по поводу mercedes в класса но посмотрите вот как выглядит вот эта красотка и посмотрите на безвкусный квадратный mercedes и сделайте выводы сами я уже не говорю про всякие мультивены и так далее вот помимо всего прочего это еще и гибридная полноприводная версия так они остаются во владивостоке две штуки идут к одному и тому же хозяину их купил я и обошлись они знаете сколько 3 781 и 3 872 раз разница 100 тысяч рублей мы их купили примерно в одну и ту же ставку но в разное время когда доллар колыхался до иена то есть на разницах курсов от 100 тысяч рублей сэкономили на покупке второго автомобиля класс класс да самая легендарная toyota corolla towering это не гибридная версия с двигателем 1 и 8 2 zr тоже я покупал для своего клиента сейчас еще две машины для него же должны прийти и он заберет сразу все одна из них санкционка поэтому под задерживается в общем класс класс передний привод 2020 год а 2019 отправляется в якутию соответственно и обошелся в 1 миллион триста восемьдесят тысяч рублей погнали дальше друзья suzuki sx4 нашем канале сегодня просто у меня нет почему-то информации по этому автомобилю но не могу про него не рассказать но и рассказать тоже в принципе не могу вы же ничего не знаю знаю что это обновленная версия sx4 покупал ее мой коллега и кстати говоря таких машин мы хотелось бы сказать что не привозили привозили парочку но достаточно редкая покупка но интересно если не ошибаюсь она должна быть еще и на полном приводе и это такое знаете ну не то чтобы хэтчбэк тире кроссовер но увеличенного объема хэтчбэк это точно вот sx4 s cross называется версия блин очень хочется сказать вам сколько она стоит но честно слова не помню поэтому если кого-то тачка заинтересовала вы знаете куда звонить и чё спрашивать sx4 s cross а мы погнали дальше так друзья volkswagen passat вариант вот выговорил с третьего раза наконец-то потому что passat вообще не вариант пока очень холодно на улице так на самом деле это вполне себе интересный универсал его постоянно ставят в пример леворгу не знаю зачем вообще леворгу ставить пример леворг это топ среди универсалов по своим ходовым качествам но по комфорту по там всяким кнопочкам массажу электроприводам подогревом и так далее volkswagen конечно есть volkswagen поэтому их и возим возим их и на правом рулет так как это сильно дешевле чем леворукие дилерские да их принципе сейчас и не найдешь живых а в японии их на самом деле дофига очень много и выходят они сюда по вполне себе приятнейшим ценам 2017 год 1 миллион двести тысяч рублей обошелся отправить знать куда в курганскую область узнайте тачку по одной морда я оттюб узнать и рис на всю морду лейба lexus огромнейшая то попробуй не узнай это lexus gs 200t друзья 2016 года вот такой вот красавчик на еще и в стандартном классическом lexus кассовском цвете который и не серый и не золотой а вот такой вот брызги шампанского знаете как у сереги был для лекса на самом деле что это вот прям идеально подходящий цвет дорестик 2016 год двушка turbo задний привод отправиться он у нас в благовещенск тоже кстати говоря очень много машин последние не отправляем благовещенск город просто наших покупателей 3 420 на воде востоке 2 аж посох уронил так друзья нашел 85 хорек их у меня здесь два белый это у нас гибрид очка 85 кузов м икс ю аж до или а икс ю аж как он пронизуется а икс ю аж 85 это значит полный привод гибрид два с половиной литра все как мы любим самая любимая самая желанная версия чего мы про него сказать да ничего это классная замена 65 кузову который до сих пор сейчас в топах по продажам потому что самый продаваемый кроссовер в принципе и когда он стал санкционкой и до этого всегда был харри я здесь абсолютно эту всю историю поддерживаю потому что среди кроссоверов это топ у тойоты что в том кузове что в этом кто-то считает что это равчик но тут друзья это все вкусовщина цены гибрид очка 2020 год отправляется в тюмень кстати говоря 3550 интересно что за комплектуха комплектуха у нас слушайте но это похоже на z laser package не на сколько у него проблем ой сколько у него пробег вот но 3550 за самую жирную версию еще и на на круговом еще и на круговом обзоре блин это цена подарок пойдемте сразу глянем 2 вот он стоит черного цвета это у нас 85 это же кузов но двушка двушка не гибрид но в то же время посмотрите какая красотка черная на моделисти шильдик даже чисто но сильно елозить не буду тоже на круговом обзоре и если не ошибаюсь тоже за . да тоже laser package на черном салоне с шоколадными вставками ну в общем это мечта весь самый жир только не гибрид еще не удивлюсь если там под снегом откопаем панораму специально оставлю интригу ничего копать не буду цифры значит черный цвет тоже 2020 год 3 миллиона триста семнадцать тысяч рублей 3 317 вот вот стоит gs за 3 400 2016 года а вот за 3 317 жирнейший на моделисти хорек в новом кузове класс класс погнали дальше ted land cruiser prada здесь ничего удивительного и среди среди кого среди рамных внедорожников это единственный можно сказать даже без среди это единственный рамный внедорожник который мы возим из японии да но если не брать всякие там изысканные варианты типа типа джимников еще до джимник тоже же равный внедорожник в общем gdj 151 кузов что это значит это значит что комплектация tzg с дизельным мотором на кожаном салоне в белом перламутре это у нас двадцатый год с минимальнейшим пробегом там что-то около блин я не помню даже по моему 20000 нет вот и это самая жирная комплектация на пневмо баллонах то есть . поднимает опускает свою попку обошелся знаете сколько тысяч сейчас офигеть им обошелся он в 4 миллиона пятьсот десять тысяч рублей за вот это состояние и эту комплектацию цена вот такая но в принципе средняя на самом деле для вот таких красавчиков сейчас они так и заходят по четыре с половиной если вы хотите тачку практически но вую остается в приморье поедет город арсеньев тоже для одного из моих клиентов вот отсюда покажу издалека у нас рядом стоит тоже прадик черный это бензинка насколько я помню и насколько я вижу этот excel на моделисти но без камер кругового обзора либо тоже ее только-только привезли судя потому что очень очень чистенькая нет у меня к сожалению данных по цене но в целом я скажу что самый старт за бензинки от трех с половиной миллионов на сегодняшний день это будет естественно комплектация tx это будет пробег сильно за сотню но если вы хотите прям жир с пробегом там тысяч пятьдесят шестьдесят как все хотят и в комплектации txl но в 4 миллиона можно ложиться а если хотите жирный дизель на пневме четыре с половиной это вот такой бюджет сами видите что у нас здесь стоит но такие такие машины тоже возим друзья это бмв это бмв из кореи на левом руле можете обратить внимание никакая не японская хотя из японии бмв вводим тоже очень много до сих пор в основном конечно это седанчики до тройки-пятерки вот у меня сейчас должна где-то на подходе быть бмв x1 компактный кроссовер что-то по типу qashqai или везеля интересно кстати говоря тачка я по-моему ни разу на такой не гонял надо будет обязательно затестить а здесь их 6 полноценная красоточка из южной кореи дизельная трехлитровая на 265 лошадиных сил все помню потому что только лишь вчера снимали на нее полноценный полноразмерный обзор кому интересно знать что делать куда заходить и где смотреть а по цифрам я вам сейчас все расскажу отправляется в город москва 2020 года и обошлась она в 6 миллионов 998 тысяч рублей в целом от 7 еще можно рассматривать что пятерки что шестерки так что в корее еще этими машинами слава богу полно погнали однобровый зеленый циклоп у нас следующий на очереди машины которая восхваляет половина половина всего земного населения а вторая половина их не восхваляет короче говоря не знаю как нежно сказать то что они с ними делают лихан лексан он же лисян l7 одна из топовейших китайских в принципе автомобилей из топовейших китайских автомобилей но тут для китайского пойдет вот да это самый наверное огромный из всех кроссоверов которые мы оттуда возим жирнейший по всем своим оснащенностям здесь все там делается ездить подымается открывается отваливается приваливается в общем с кнопочек нажимать вообще ничего не надо просто приходишь думаешь что надо делать и она все тебе делает говорят что даже можно ездить в общем по китайского автопрома мнения разделяются очень сильно в плане надежности пока что к ним еще нету доверия у большинства в основном это обусловлено с тем что новые машины еще никто не успел их не поездить не поломать не починить хотя поломать уже многие успели вот ладно что интересного это вот это вот штуковина да не для работы в такси вот это вот шашка это встроенный в крышу лидар который контролирует у вас всю дорожную обстановку вообще вся машина обвешана камерами короче судите сами кто мы такие в этом мире похоть и разврата чтобы судить китайцев за вот такие автомобили да но выглядит на самом деле интересно как минимум автомобиль 2023 года остается во владивостоке обошелся в 6 миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей смотрите друзья рафчик потек значит скоро весна сядет на самом деле последний день у нас февраля 29 и редкая редкая 29 февраля не плачь маленький у оператора днюшка была то у всех было там была днюшка 26 сегодня вас девятая не актуалочка не актуалочка ну можете написать поздравляшки нашему сережку он будет рад он постоянно читает ваши комментарии и вот и флочек и так друзья на этой веселенькой ноте и закончим грустно но то получилось конечно давай веселого впереди весна уже завтра буквально начинается уже настроение у всех идет на подъем так что готовьтесь к лету приводите себя в порядок и избавляйтесь от своих старых автомобилей и заказывайте но вы и сами знаете куда звонить что спрашивать и откуда что вам нужно привезти а мы напоминаем что можем привести вам автомобиль из любой страны где он только бы не продавался бы для вас соответственно сегодняшний день это япония южная корея китай арабские эмираты и соединенные штаты америки но если есть и какой-то у вас еще предпочтение тоже закидывайте все варианты проработаем потому что возможно все в 2024 году и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка а вы подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания сферокарная